Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – организация и настройка персональных данных и как это организовано в Joomla. И прежде чем мы посмотрим, какой есть функционал Joomla 4, несколько слов об этом. Во-первых, в этом видео мы рассмотрим соответствующий плагин, который относится к теме этого урока. Создадим быстро статью и рассмотрим несколько пунктов меню. На самом деле, статьи, плагины, меню – это все темы следующих уроков, где подробно будет все разобрано. Но так как эти темы смежны, в этом видео мы коснемся и создадим соответствующие пункты меню, статью и активируем плагин. Рассмотрев, как устроено здесь в Joomla 4 и какие есть новые опции по поводу организации взаимодействия с пользователями в соответствии с законом, возможно, многие моменты для российских сайтов, сделанные на Joomla, будут невостребованы. Никто не считает эту политику конфиденциальности. Ну, практически никто, я уверен. Тем более, ссылки, пункты меню на запрос персональных данных от пользователя сайта, тем более, никто запрашивать не будет. Но на минуточку, Joomla – разработка заграничная, да? Это не русская разработка, у них другие законы, и в соответствии с этими законами они, конечно же, здесь позаботились и в ядро Joomla внедрили необходимые опции. Но кто знает, возможно, и для нас, и для России в будущем эти опции будут полезны на сайте Joomla. У нас тоже есть законы, у нас тоже необходимо разместить на сайте политику конфиденциальности. Если это магазин, то оферту еще нужно разместить. И, собирая персональные данные, нам в любом случае, даже по нашему законодательству, нужно разместить внизу чекбокс во всех формах, во всех регистрационных данных ссылку на политику конфиденциальности, чтобы человек реально подтвердил, что он согласен, что вы собираете его данные. А персональные данные мы в любом случае собираем даже его email. Если мы заберем только email при регистрации на нашем сайте, уже на этой странице должен быть чекбокс, ссылка на внутреннюю страницу сайта, где у нас будет размещена политика конфиденциальности. Даже по нашему законодательству это обязательно нужно сделать, иначе могут быть штрафы. Поэтому в этом видео давайте это рассмотрим. Первое, что мы сделаем вообще, что такое политика конфиденциальности? Это по сути текст на вашей какой-то внутренней странице, где вы говорите своим пользователям, что вы не передадите их неданные третьим лицам и все такого рода. Сам не знаю прям законы, так вот прям на зубок, но знаю, что это нужно. И в идеале ваш либо юрист, либо наемный юрист, в идеале для вашего сайта должен составить вам политику конфиденциальности. Либо есть специальные сервисы, которые составляют, ведь она, эта политика, это не просто текст, а политика конфиденциальности зависит от того, какие вы поля используете, какие данные вы просите от пользователя, какие вы собираете и храните на своем сайте. Не только email, это может быть, это может быть телефон, еще какие-то конфиденциальные данные, да. От этого меняется текст политики самой. Но все равно есть типовой бланк политики, который вы можете посмотреть, если вы сами не знаете, где его взять, на моем сайте fedorvasiliv.com, на моем официальном сайте, перейти вниз в подвал сайта, здесь будет ссылка, рекомендую сюда перейти. Здесь у меня всегда хранятся полезные ссылки. Вот здесь есть такой раздел, готовые бланки, есть оферты, есть политика конфиденциальности. Вы можете перейти, здесь я оставил ссылку просто на сайт, который я нашел в интернете. Полезный ресурс. Вот есть типовой бланк политики конфиденциальности. Вам нужно обязательно его весь прочитать и смотреть, как здесь устроено. Здесь нужно данные заменить на свои, те, которые помещены серой областью. Просто выделяйте, вписывайтесь год, день, там адрес свой, адрес сайта. Вот везде посмотрите, где вот такие места есть на сайте, прочитайте обязательно. И нужно заменить на свои. Как только все будет готово, здесь тоже вот все поменять на свои. То есть выделяйте прямо на сайте, вот тут меняйте, нажимаете Enter. Когда все готово, нажимаете готово, скачать договор. И всплывает окно, скачиваете его на компьютер. Это просто текст. Этот текст мы сейчас с вами разместим на внутреннюю страницу нашего сайта. Это окно можно закрыть. В админке сайта пользователи разворачиваем. Здесь есть такая вкладка персональные данные. Здесь будут ссылки, запросы данных. Сейчас будем рассматривать возможности расширений, согласия, пользуйтесь, лог действия. И здесь вот есть такая иконка, кубик как будто бы, кликнув на него. Здесь будет некая страница персональных данных и будет два модуля. Вот этот модуль и вот этот модуль. На самом деле это просто модуль, который тоже можно редактировать и снять его с публикации. Но думаю здесь они не мешают. И смотрим вот в эту часть, вот в этот модуль. Нам система говорит, что нам нужно установить, нет у нас опубликованной страницы политики конфиденциальности, сейчас это сделаем. Вот эти вот два момента. Первый момент, смотрите, если мы кликаем на эту ссылку, мы сразу попадаем, вот здесь видно куда. Мы попадаем на страницу плагинов. Плагин, встроенный Joomla, система персональной данной. Он в любом случае нам нужен, включив его, у нас появится по сути чекбокс на вот этой странице регистрации. Внизу перед кнопкой регистрации будет чекбокс, чтобы человек согласился. Это делать нужно, я думаю, всем сайтам, которые собирают хоть какие-то данные. Но прежде чем мы плагин активируем, здесь нужно прикрепить материал. Вот, либо пункт меню. Я предлагаю создать статью быстро сейчас и кинуть туда текст политики конфиденциальности, который я сказал, где вы можете собрать из бланка. Смотрите, либо выбрать, если статья уже создана, либо создать отсюда. Это быстрый доступ, да, создать статью. Мы еще с вами про статьи будем говорить, и чтобы сэкономить время, давайте прямо отсюда создать. Я нажму. Здесь пока рассмотрим самый важный момент, это надо прописать заголовок. Можете прямо так и написать политика конфиденциальности. В этой области текст политики из бланка, который вы получили. Политика конфиденциальности, сам текст. Состояние опубликовано. Категорию пока можете оставить по умолчанию. Он категория, то есть без категорий. Доступ публичный. Все, сохранить и закрыть. Все, видим, что здесь она выбрана. Потому что кнопки поменялись. Видите, очистить и редактировать. Если нажмем на очистить, то выбрать, и вот она политика. Вот так вот, чтобы вы понимали, что она действительно выбрана. Плагин мы включаем. В этой области вы можете кратко изложить политику обработки персональных данных. Но здесь уже будет текст, видите, вот тут написано по умолчанию. Если не хотите его менять, ну в принципе его можно оставить. Зарегистрируешься на нашем сайте, там вы согласны с политикой и так далее. Здесь мы с вами выбрали материал. Дальше сообщение при перенаправлении. Тоже текст уже будет вот этот подставляться, который в подсказке. Если он у вас иной, вы сами его знаете поменять, как хотите. Можете здесь просто написать свой текст. На следующей вкладке сроки действия. На самом деле я с таким еще не сталкивался. Я не знаю по нашему законодательству, нужно это, не нужно. Но здесь есть такой функционал. Проверка срока действия и включить ли эту проверку, да или нет. По умолчанию наставить нет. Включить или отключить функцию проверки срока действия согласия пользователей. Периодичность проверки 30 дней, срок действия 360 дней и так далее. Можно пока, думаю, оставить по умолчанию. В любом случае сюда можно в эти настройки будет вернуться, если это потребуется. При этом плагин у нас включен, сохранить, закрыть. Теперь что мы делаем? Мы обновляем страницу регистрации. То есть вот здесь у вас выводится, да, в модуле Login Form, регистрация. Сюда переходите. Вот что здесь мы видим. Политика персональных данных. Появляется такой вот блок. Зарегистрируешься на нашем сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки и хранения персональных данных. То есть вот этот текст вы можете менять, вы это поняли. И вот смотрите, ссылка. Политика персональных данных. Вот как правило, человек просто нажмет, я согласен. То есть если он не согласен, он зарегистрируется не сможет. Во-первых, поля тут надо заполнить. Вот эта ссылка, видите, она ведет на всплывающее окно на статью. Как тут порядок навести, там убрать лишнюю информацию. Это все будет отдельная ветка уроков про статьи. Когда дойдем до этого, обязательно их посмотрите. И тогда вы будете знать, как можно тут все почистить, убрать лишнюю информацию. Например, вот эту вот. А так текст, вот он политики, он ознакомился с ней, закрыть, он соглашается, регистрируется. Ничего в этом такого нет. Это просто текст на сайте, как документ, что вы соблюдаете закон и не будете распространять его персональные данные. По законодательству к вам никто не будет приставать. Следующее, вот если мы этот список развернем, здесь будет некая страница запрос данных. Если мы сюда перейдем, здесь будет такая страница, нет запросов персональных данных. Кнопка «Создать запрос» и кнопка «Настроек». На кнопку «Настроек» здесь только есть срочный запрос в днях. Стоит по умолчанию 14 дней. Выберите значение для отображения уведомлений в панели управления, если будет найдено запросы старше выбранного количества дней. Ну, оставляем как есть. И давайте посмотрим, как это работает. Создать запрос. Здесь, смотрите, нам написано. Введите адрес электронной почты пользователя, который запросил персональные данные. То есть, по идее, пользователь может запросить персональные данные. Тогда вы введете его здесь email, состояние в ожидании, тип запроса, либо экспорт, либо удалить. И вот смотрите, прежде чем попробовать, ну, посмотреть, как работает эта опция, давайте сначала выведем пункты меню для пользователей. Как раз-таки страницу с запросами на персональные данные. Для этого мы перейдем в меню. Можем кликнуть вот на эту иконочку. Здесь есть такая некая страница. Вот в этом блоке пункты меню. Так как я использую демо-сайт, мы ранее с вами разворачивали, то у меня есть целая куча пунктов меню. У вас, скорее всего, если вы чистый сайт делаете, здесь будет только home. Здесь мы нажимаем создать. И первое, что мы нажимаем, вот на эту кнопку выбрать. И будем в этом видео разбирать, видите, у нас есть персональные данные. Надо по нему кликнуть, и мы разберем три ссылки, которые мы можем вывести на фронтальную часть сайта. Как их вывести, кому показывать, в какой части сайта, там лучше в нижней части, потому что наверху у нас будет основное меню. Вот это все будет в следующих видео. Сейчас мы просто разбираем сопутствующие пункты меню. И подряд давайте их создадим. Выбираем сначала подтвердить запрос. Обязательно пишем заголовок, можно также его назвать, подтвердить запрос. Меню здесь у меня по умолчанию. Я выбираю my menu. Основное меню. У вас оно также будет называться, можете выбрать. Состояние опубликованное. И давайте нажмем сохранить. И проверим. Перейдем на фронтальную часть сайта. Обновим страницу. Вот my menu модуль у меня здесь. И вот подтвердить запрос. Давайте еще два пункта выведем, которые там остались. А потом займемся уже настройками. Посмотрим, что они дают нам. Здесь я нажимаю на галочку сохранить и создать. Опять выбрать. Персональные данные. Теперь выбираю продлить согласие. Нажимаю сохранить. Хотя можно было сразу нажать сюда сохранить и создать. Выбрать третий пункт меню персональные данные. Создать запрос. Вписываю заголовок создать запрос. Сохранить закрыть. Обновим сайт. Видим, добавились три пункта меню. Кстати, если мы зайдем в персональные данные по этой иконочке, то видите, здесь у нас предупреждения исчезли на зеленые. Помечено. Пометилось, что опубликованы, опубликованы. Важные элементы мы уже опубликовали. Давайте поработаем. У меня же есть дефолтные пользователи, которые мы с вами ранее создали и разбирали. Вот есть у меня некий Вася. Допустим, вот с этим имейлом. Авторизуемся. У него логин тест 1. Потому что, смотрите, если мы нажмем создать запрос, нас попросят авторизоваться. Тест 1. Войти. Прокручиваем в самый низ. Ставим птичку, что согласны. Нам система говорит, профиль успешно сохранен. Эти пользователи были созданы ранее, до того, как я создал запрос и политику конфиденциальности. Когда мы с вами подтвердили галочкой, ничего не произошло. Но если мы нажмем еще раз создать запрос, то появляется страница под логином Вася, что я могу ввести свой email и выбрать действие экспорт или удалить. Давайте попробуем с экспортом. Ваш запрос персональных данных создан, но перед обработкой он должен быть подтвержден. На адрес электронной почты отправлено уведомление с инструкцией для завершения проверки. Человек получит вот такого рода письма, что нужно подтвердить действие, и два шага. Перейти по URL. Давайте перейдем. На адрес электронной почты отправлено email с кодом подтверждения. Вот второй шаг. Получается, вот этот код, он уже подставляется. Значит, код подтверждения у нас подставился. Вставляем наш email, привязанный к нашей учетной записи на этом сайте. Нажимаем отправить. И Joomla пишет вот такого рода сообщение. Ваш запрос персональных данных подтвержден и будет обработан в ближайшее время. То есть, когда люди делают взаимодействие вот с вашими пунктами меню, дело в том, что политика конфиденциальности, она же может обновляться. У нее есть срок годности. Она может у вас просто меняться в соответствии с законом. Поэтому и нужны будут вот эти пункты меню для того, чтобы человек вновь подтверждал измененную политику конфиденциальности. Вы, наверное, часто видите, что от Google сервисов и похожих сервисов приходят бывать периодически email с просьбой подтвердить, что политика изменилась и просьба подтвердить. Вот это что-то типа того на вашем сайте. Если мы зайдем в запросы данных, вот он, видите, здесь все это видно, что тип запроса был экспорт, что это email этого пользователя, что состояние подтвержден, две иконки, иконка скачать в XML файле, да, и иконка отправить. Данные пользователя успешно отправлены по электронной почте. То есть мы этому человеку отправили эти данные. Если я кликну на email, то я увижу информацию и лог действий. Пользователь админ, то есть я экспортировал данные для запроса 1. Имя Федор. Здесь имя Вася. Пользователь подтвердил. Сначала создал, подтвердил. То есть весь лог действий видно. И также кнопки отправить данные по электронной почте, экспортировать данные. И аннулировать еще можно. И завершить. Запрос успешно завершен. Спереди статус, видите, завершен. Мы отправили данные, которые человек запросил. То письмо, которое я отправил пользователю, вот так оно выглядит, да? Здравствуйте. Администратор сайта такого-то завершил запрос на экспорт ваших персональных данных. Копия данных находится в приложении. И вот в неком файле XML есть вот такой документ. В свою очередь на email администратора сайта, то есть вас, а Joomla вам отправит вот такие сообщения. Здравствуйте, вы получили личное сообщение от пользователя. Создан запрос персональных данных. Пользователь с таким-то email создал запрос. То есть если вы на сайт не заходите, то на email все равно вы увидите, что какие-то данные запросил ваш пользователь. Также если мы кликнем вот на эту иконку напротив персональных данных, в этом модуле будет тоже статистика, что был запрос, экспорт, состояние завершен. Всего одна копия. Также в админке вы сможете увидеть, здесь будет появляться каждый раз такая вот кнопка, ведущая на личные сообщения. Это уже тема следующего видео, то есть это внутреннее сообщение с сайта Joomla по поводу вот этого действия, которое мы с вами сейчас сделали. Здесь тоже можно статус прочитано сделать. В общем, об этом будет следующее видео. Как только вы здесь личное сообщение прочитали, отсюда из панели системных уведомлений эта кнопка уже исчезает. Следующая вкладка. Возможности расширения здесь просто информация. Что такое куки, аутентификации и так далее. Дальше смотрите, вот на вкладке согласие пользователя у вас здесь будет пусто, но мы с вами только что произвели действие. И вот пользователь тест, то есть это персональное данное согласие пользователя. Информация. И здесь есть возможность, например, в каких случаях аннулировать. Ставим галочку напротив пользователя. Вы уверены, что хотите аннулировать выбранное согласие пользователя? Обратите внимание, что при входе на сайт пользователю вновь необходимо будет дать свое согласие. То есть нажать чекбокс. В каких-то случаях, если нужно, вот можно видеть еще аннулировать. Также здесь есть ссылка «Лог действий», где вы на этой странице сможете видеть абсолютно все действия вас, администратора, на все вот эти вот запросы, персональных данных и так далее. Все здесь есть. И здесь есть кнопки «Экспортировать». Вот эти все данные, тут и время, и имена, Вася, Федя, то есть что происходило. Экспортировать все в этом файле, удалить, очистить можно историю. Также вы можете управлять вот это логирование данных, происходящих на сайте. Вот здесь в настройках, да? Логировать IP, да нет? И галочками отмечать вот эти все действия с вашими расширениями, баннеры, там, медиа-менеджер. Все действия, видите, галочки стоят, все будет попадать в лог действий, вот на эту страницу. Какой-то лог не хотите собирать, галочки снимаем, нажимаем «Сохранить». Например, вам не надо там по тегам. Но тут такая, знаете, специфическая тонкая настройка. Когда нужно настроить, когда вы уже полностью разобрались и вообще вникли вот в этот лог действий, то вот здесь он не будет собираться, да? Там, где вы галочки снимете. Также вы можете, конечно же, вручную, я не знаю, если у вас там будет 100 пользователей, это, наверное, уже не вариант. Вот видите, смотрите, на вкладке «Запросы данных», вот здесь вот «Создать», я сам указал email пользователя, который не подтвердил, «Экспорт», ввел email пользователя и нажал «Сохранить». И после этого вот здесь вот будет, видите, у меня статус в ожидании, email для этого человека. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok